Всем привет, меня зовут Иван и вы на канале Момент Софт Арка. И в этом видео мы поговорим, как правильно выбирать броню, как правильно подойти к выбору брони, о каких нюансах многие обзорщики не говорят, о каких нюансах многие люди не знают. И также поговорим об одной особенности патронов. Некоторых патронах, о которой тоже мало кто говорит. Многие люди выбирают патроны только по двум параметрам. По параметру пробития и параметру урон. Несмотря на остальные вещи. Ну, еще иногда смотрят на фрагментацию более продвинутые пользователи. Но вот один параметр, который указан почти во всех таблицах по патронам, никто не обращает на его внимание. Это урон по броне. То есть такой параметр, как урон по броне, всеми просто игнорируется. Но на самом деле я провел серию тестов и оказалось, что этот параметр имеет огромное значение. И объясню вот на каком простом примере. Предположим, с одной стороны у нас есть ASVAL или VSS. Они примерно одинаковые. Так что, предположим, ASVAL. А с другой стороны P90. И ASVAL сейчас считается плохим оружием. P90 сейчас считается отличным оружием. Но если мы возьмем топовый патрон для P90, это SS-190, и возьмем самый слабый патрон для VAL, мы увидим, что они сейчас по показателям бронепробития отличаются всего лишь на одну единицу. И SP-5 у VAL чуть-чуть лучше. Но кто-то скажет, ну это всего лишь одна единица, плюс у P90 баллистика лучше, плюс отдача приятнее у P90. Но есть параметры, на которые не обращают люди внимания. Это урон по броне. Урон по броне у SP-5 на почти 10 единиц больше, чем у SS-190. И к чему это приводит? Предположим, возьмем достаточно популярный бронежилет у средних игроков. Это корунт. Продается у прапора на третьем уровне лояльности. Примерно 114 тысяч он стоит. Пятый класс защиты, 45 прочности. И что мы тут видим? То SP-5 полностью выбивает эту броню, убивает чувака за 4 всего лишь попадания. А SS-190 делает все то же самое за 6-7 попаданий. То есть SP-5 делает это на 2-3 пули быстрее. Хотя отличаются они. Опять же, по воздействию на броню. Только уроном по броне. И казалось бы, буквально там 10 единиц параметра, на которые никто не обращает внимание, очень сильно помогают. Ну кто-то скажет, это корунт. Плохой, наверное, бронежилет. Абсолютно та же самая ситуация будет у нас, если мы возьмем какой-нибудь ген-4 штурмовой. То есть SP-5 убивает там за 7-8 попаданий. А то же самое SS-190 уже 12-13 попаданий требуется в грудь, чтобы выбить броню. Ну опять же, это если чувака будет лечиться. Если чувака лечиться не будет, то есть вы зажмете в бою, они убьют плюс-минус одинаково за броневым. Не пробивая, не убивая броню до конца. То есть там останется примерно там 15, может быть 20 единиц прочности у бронежилета. Но это уже такие нюансы. Дело в том, что ломает-то броню быстрее SP-5. А это самый слабый патрон, достаточно дешевый патрон для ВСС и ВАЛа. Так что вот к чему я веду. Если вы выбираете патроны, и у вас нету возможности взять топовые, а есть какой-то выбор, смотрите на урон по броне. И вот, важный момент, которым я веду. Какая главная идея при выборе брони? Многие люди думают, что броню надо брать такую, чтобы защищала топовых боеприпасов. Я вас удивлю, никакая броня от топовых патронов вас не спасет. Никакой Слик, никакой 6Б-43, там Генчи, они не будут вас спасать. От М-61, от СНБ, от 995, от Игольников. Они не будут вас спасать от этих патронов. Потому что они все пробивают. И у них очень высокий урон по броне, у них очень высокое пробитие. Они быстро ломают броню. Поэтому, когда вы берете топовую броню, вы прежде всего себя защищаете от слабых патронов. Потому что чем лучше броня, тем лучше она держит именно слабые патроны в большем количестве. И вот тут появляются важные нюансы. Потому что в формуле расчета повреждения брони фигурируют два важных параметра. Это урон по броне патрона и коэффициент, так сказать, стойкости к повреждениям. Не стойкости, а коэффициент уязвимости к повреждениям у брони конкретного типа. То есть материала. Я сам мало обращал на это внимание. Но сейчас, изучив этот вопрос, почитав информацию в интернете, сам проведя ряд тестов, я понял, что это достаточно важная вещь. И у каждого типа материала эти коэффициенты достаточно сильно отличаются. И в какой-то момент может получиться так, что, казалось бы, бронежилет. Высокий класс защиты. Предположим, вот Гжель. У нее высокий класс защиты. Пятый. У него много прочности. У Гжели это примерно 65. Высокий класс, много прочности. И, кажется, должен быть хороший бронежилет. Но это керамика. А у керамики 0,8. Самый большой коэффициент повреждения. То есть, примерно 80%, так сказать, повреждения проходит. Не компенсируется самим материалом. Из-за этого броня быстрее ломается. Она, вот с вами зажали, она быстрее сломалась. И вас быстрее просто убили. Потому что броня не выдержала и сломалась. А с другой стороны, мы смотрим на какой-нибудь, предположим, труппер. Да, многие его не любят. Но там целых 85 очков прочности. И это высокоплотный полиэтилен. Один из лучших материалов. Тот же самый бронежилет киллы. Там всего лишь 60 прочности. Меньше, казалось бы, чем у кжели. Но поэтому он очень много танкует. Потому что это полиэтилен. Он очень мало урона в себя получает. Именно для повреждения бронежилета. Так что, я сейчас вам скажу, какие бронежилеты в каких классах защиты. Я считаю, в принципе, топовыми. Которые стоит использовать. Они будут и в своем классе хорошо защищать от патронов. И много их будут держать. То есть, параметр материала влияет на то, как долго бронежилет держит патроны до троп, пока не сломается окончательно. Ну, понятно же, что с повреждением он будет все слабее и слабее держать. Но все же. Начнем с самого низкого. Второй класс. Я не буду никому сейчас рекомендовать. Потому что прошло уже три недели после вайпа. И все играют на патронах, которые уже и четвертый класс берут. Ну, или хотя бы третий. Второй класс уже совсем такой неприятный вариант. Только если против новичков. Третий класс. Тут уже можно брать, потому что есть дешевые варианты. Я бы порекомендовал брать ЖУК-3 и Кирасу. Почему я рекомендую эти варианты? ЖУК-3. 50 очков прочности. Полиэтилен. Примерно 40 тысяч на барахолке за в хорошем состоянии варианты вы возьмете. Если у вас совсем все плохо с деньгами, берите от ботов. Плюс-минус будет защищать там от картечи, от пистолетов, от ППшек. Есть вариант. То же самое и Кираса. Тут комбинированные материалы. Это хуже по коэффициентам. На экране коэффициенты были. Вы, скорее всего, их уже видели. Но тут 70 очков прочности. Как бы плюс-минус уравновешивается. И еще он по цене достаточно низкий. Поэтому тоже. Вот если совсем все плохо, можно брать. Дальше идут варианты поинтереснее. Это четвертый класс. Это сейчас самая ходовая броня. Я бегаю часто в четвертом классе. Много игроков бегает в четвертом классе. И четвертый класс держит почти все патроны, что есть у ботов. Почти все. Не все. И ЧВК, в принципе, до сих пор бегают в патронах, которые средненько берут четвертый класс. Тут отличный вариант. И я считаю, это... Тут появляются бронеразгрузы, опять же. Отличный вариант. Я тут считаю, это труппер. Но нету защиты живота. Так что в ближний бой осторожнее. Бронеразгрузки от Ars Arma 18, Cry Precision AVS, Anatactical M2, M1. Они плюс-минус по приятной цене бывают. Ну и самый бюджетный, самый такой распространенный вариант 6B3. Также его называют картошка. Советский бронеразгруз на Титане. Да, мало прочности, но Титан плюс-минус такой среднячок из всех материалов. Так что вот эти вот варианты смотрите. То есть, если выбираете, выбираете материалы полиэтилен, комбинированный и Титан. Там все остальное уже, ну, по осторожности, потому что они хуже держат попадание я. Вот с пятым классом все интереснее. Я, например, в какой-то момент был фанатом Корунду. Я в нем много бегал. Но я сейчас понимаю, что это не самый лучший вариант, потому что сталь. Сталь это почти что самый худший вариант. То есть, хуже только керамика. И Корунд всего лишь 45 очков прочности имеет. И тем более цены, ребята, смотрите на цены. Сейчас Корунду прапора стоит 114 тысяч. Но в то же время, я, заходя на барахолку, за 130 тысяч покупаю ген-4 штурмовой 65 единиц. Материал Титан. Среднячок, как я уже сказал. Может быть, лучше переплатить 10 тысяч 15 и купить ген. Или переплатить, предположим, буквально 5-10 тысяч и взять редут из комбинированных материалов, который легкий. 60 очков. Комбинированный. Хорошо держит. Почему бы и нет? Ну и лучшие варианты, как я считаю, в пятом классе, это бронежилет киллы и бронеразгрузки. 5.11 тактек и арсарма CPC, по-моему, так правильно называется. Я могу ошибаться. Вот эти варианты я считаю лучшими в пятом классе. Ну и, конечно же, шестой класс. Топовый вариант. Здесь лучше это ЖУК-6. Керамика. Ломается быстро. Но, опять же, это шестой класс. Сам по себе он держит хорошо. Лучший вариант, я считаю, это новый плейдкер Хекс Грид. Потому что это 50 прочности и полиэтилен. Дальше я считаю, что Слик. Это 80 прочности, но сталь. Как бы сами понимаете. Ну и такой специфичный вариант 6Б43. Потому что, да, 85 прочности. Да, комбинированная. То есть, типа, один из лучших вариантов. Но там такие огромные штрафы и такая огромная цена, что лучше этого не касаться. Я надеюсь, этим роликом я вам объяснил, как выбирать броню. На какие варианты стоит смотреть. Я вам объяснил свою аргументацию. Что я считаю, что в первую очередь, выбирая броню 5 класса, вы ищите эффективную защиту от патронов, хорошо пробивающих 4 класс. И средний пробивающий 5, чтобы они вас учрещали. А выбирая броню 6 класса, вы выбираете, так сказать, защиту от патронов, пробивающих 5 класс. Потому что патрон пробивающий ваш класс, который вы выбираете, все равно вас пробьет. Надеюсь, вам стало проще. Надеюсь, вам стало понятнее. это будет полезно также еще раз напомню ребята учитывайте параметр урон по броне потому что это та вещь на которую многие обзорщики не акцентируют внимание и даже вот такие вещи как материалы бронежилетов если обзорщики и у смотрят на них то в плане ремонта но мне кажется что тебе не придется ремонтировать бронежилет если тебя убьют и куда важнее подумать о том как выборе ждите а будет защищать на этом ребята все всем большое спасибо подписывайтесь на канал в этом месяце ждут вас видео потому что у меня есть некоторые проблемы с компьютером стримов пока не будет временно если будут то редкие так что поддержите меня посмотрите ролик отправьте его своим знакомым поставьте лайк комментарии пожалуйста напишите свое мнение бронежилетах какие бронежилетах вы часто ходите напишите мне будет интересно ну и опять же я всегда в комментариях активно общаюсь и я рад любой дискуссии тем большое спасибо пока